Добрый день! По своей глупости после пореза ржавыми ножницами глубоко поехал в травмпункт. Там мне благополучно сделали под лопатку 1 мл анатоксин столбнячный. Дни через 5 мне стало очень плохо. Как никогда сердцебиение, тошнота, головокружение. На солнце вообще не могу находиться, хотя я очень люблю солнце и проблем с сердцем никогда не было. Мне 35 лет. Ужасная прививка. До сих пор чувствую в теле что-то не так. До конца еще не восстановился. Иногда, бывают, немеют руки. Как будто отлежал в положении лежа. Ужас! Врагу не пожелаю. Посоветуйте, как можно из организма вывести эту дрянь. Все эти вакцины, яд там, ведь содержится формальдегид. И этим колят людей. Значит, уважаемый, кто задал мне этот вопрос? Я не буду называть имена, мало ли. Что хочу сказать насчет прививки. То, что вы сделали эту прививку, это очень правильно. Потому что столбняк – это ужасная болезнь, которую уж точно врагу не пожелаешь. То, что с вами так произошло, я не могу сказать, что это именно прививка. Возможно, это совпало. Вообще, эта прививка тяжеловатенькая для организма. И переносится не всегда хорошо. Вы почувствуете обязательно какие-то недомогания в первые дни, первые 2-3 дня. Но потом должно все пройти. Вообще, хочу вам сказать, прививка такая, я тоже против некоторых прививок. Но именно за прививку от столбняка, вернее, за прививку от столбняка лично я. И если бы была у меня возможность, то я бы обязательно, если мне понадобилось бы, тоже поставила ее. И если честно, своих сыновей, своих мужчин, особенно вот кто рядышком со мной, я тоже их посылаю сделать эту вакцину. Потому что лично мы живем на земле. И если травмироваться и занести столбняк, а он обитает в земле, в обычной земле, его очень легко подцепить. И вот тогда очень нехорошие результаты. Ты можешь стать инвалидом, и калекой, и очень может быть такого, как вы говорите, опять же повторюсь, что врагу не пожелаешь. То, что с вами произошло, я бы еще обследовалась. А вдруг это какое-то состояние, которое в то же время возникало у вас. Ну, я к примеру скажу, что-то с сердцем не так. Или что-то с щитовидной железой не так. У мужчин редко, но тоже бывают проблемы со щитовидкой. Поэтому тут бы я не стала винить, всю вину сложить на вакцину. Вы все правильно сделали. Еще хочу сказать, вакцина и вакцине рознь. Я не знаю, какую вкололи вам вакцину. Тут, если возможно, хотя даже если вы сейчас уже узнаете, ну что, против, вернее, как сказать, как пословица есть, после драки уже кулаками не машут. Поэтому я бы на вашем месте просто обследовалась и начала просто с электрокардиограммы. Посмотреть, как там работает ваше сердечко. Ну, такой мой совет. А насчет вакцины именно это я за. Для тех людей, кто охотники, у кого земельные участки. Вот сейчас проблема на Украине, что идет война, ранения и все такое. Тоже там обязательно нужна эта вакцина. Я все-таки за эту вакцину. Это лучше, чем подцепить столбняк. Верьте мне.